Доброго вторника вам, друзья! Не доброго вторника, не другие! Послушайте, что говорит украинский иногрант, который очень хорошо знает бандерцев и хорошо понимает суть происходящего сейчас на Украине, то, что называется спецоперация. Он обращается к русским. Прежде всего, он обращается к так называемым заукраинцам, всем этим Максимом Галкиным и прочим, которые говорят, там надо остановить войну, бла-бла-бла, то пусть Украина победит. Вот желающим победы украинского оружия. Надо послушать этого человека. Я многократно, сотни раз, слышал от людей, которые знают этот человеческий материал, я имею в виду бандеровцы, но в частных беседах. Здесь я увидел, как человек выложил свое мнение в сеть. Послушайте его и внимите, пожалуйста. Добрый вечер. Коротенькое видео для российских демократов, поклонников Запада, не любящих современную политику Кремля. Но сначала скажу для украинских патриотов. Вы пишите мне, а что за ты втик, что за ты там? Я здесь в Европе, потому что я не патриот. Я не патриот той Украины, которую сейчас сделали вы. Я патриот был той нормальной Украины, советской, в которой я родился и вырос. Поэтому я здесь, а вы там сами с ума сходите, граждане нацисты. А вот теперь скажу для русских. Обращаюсь к вам, тем правильным мальчикам, и седым уже, и молодым, которые говорят, Путин не прав, какая нехорошая война, как это недемократично, как это негуманно, как это просто неразумно. Таких патриотов в России хватает и в глубинке, и в столице, вплоть до Дальнего Востока. Они кричат, что нехорошая политика, неправильная. Нужно как-то быть подобрее, находить общий язык. В конце концов, и гибнут наши российские мальчики, и украинские детки гибнут. Так вот я вам скажу, граждане российские патриоты, я этих украинских мальчиков знаю очень хорошо. Я там родился и вырос уже много лет, жил в Украине. Я очень хорошо знаю моих ребят с Центральной Украины, а еще лучше узнал ребят Симона Франковска, со Львова. И я вам скажу, вам, русским, которые не одобряют политику Путина, если наши ребята, ну наши, образно, украинские, ребята из правого сектора, те, которые остатки недобитки Азова остались, если они придут к вам в Россию, не дай бог, они, войдя в ваши города и села, они не будут спрашивать, кто был за Путина, кто против. Они будут мочить, резать всех. И, конечно же, в общей массе будут безжалостно отрезать головы вам, тем, которые были против вот этой операции. Могу вас и утешить, и огорчить. Все ваши попытки облить грязью Кремль, остановить войну, как вы говорите, и спасти Россию от гибели, это безумные попытки, потому что, смею вас уверить, если, не дай бог, каким-то фантастическим образом, не дай бог, чтобы победила вот эта Украина, которая сейчас победила Россию, вы не понимаете, что это будет не конец путинской власти, это будет ваш конец. Потому что, когда придут ребята с бандеровских областей к вам, но я употреблю это слово, потому что без него никак, если бандеровцы придут спасать вас от Путина, то вам пиздец.